Всем привет! Сегодня у нас на обзоре ультрабюджетные проводные внутриканальные наушники от компании 7 Герц, моделька Aero и стоят они всего 15 долларов. Это простенькие динамические наушники, как их настроил производитель, как они звучат, сейчас узнаем, погнали! Приходят наушники в такой миниатюрной коробке, но при этом выглядит она вполне неплохо, сзади присутствуют технические характеристики. Комплект поставки здесь само собой максимально простой, это самые обычные дешевые амбишуры. И сами наушники не со съемным кабелем. По кабелю он здесь визуально довольно плотный, качественный, а вот по характеристикам это самый простой кабель. Вот так здесь выглядит миниджек, кабель около наушников довольно тонкий, здесь он уже более толстый. В целом за эту стоимость, конечно, придираться не будем. Сами наушники выглядят вот так, есть разных цветов в моем случае, красного цвета. По посадке это немножечко необычные наушники, к ним нужно привыкать, желательно подобрать нормальные амбишуры, не комплектные, и тогда будет более-менее удобно. Здесь можно заметить динамический драйвер, он здесь на 9,2 мм, подписан где левый, где правый наушник. Давайте посмотрим, как здесь выглядит звуковод. Любые по размеру амбишур здесь спокойно влезают. Сетка динамика здесь вот такая. Сделаны наушники полностью из пластика по визуальной части, по качеству сборки. Это, конечно, не ощущается как какой-то дорогой продукт, они не ощущаются дороже своей стоимости. Ну и дешевле своей стоимости или наушниками, которые вот-вот сломаются, они также не ощущаются. Есть довольно плотный крепкий пластик, есть какие-то супер дешевые наушники, где на ощупь сразу понятно, что наушники недолго выдержат. Это не тот случай. По характеристикам это динамические наушники с диапазоном частот от 5 Гц до 20 кГц, чувствительность 104 дБ, а импеданса 27 Ом. Мне было интересно, как же компания 7 Гц сможет настроить такие ультрабюджетные наушники. И итог мне понравился. Здесь глубокий бас, выразительные высокие частоты, что редкость за эту ценовую категорию. Но давайте поподробнее. Отличный яркий глубокий бас, это практически бас-хеды. Любители баса можете сразу идти и покупать эти наушники. За эту цену бас раскрывается практически шикарно. Довольно чистые средние частоты, теплые подача, также они довольно натуральные. Каких-либо претензий на самом деле к средним частотам за эту стоимость у меня нет. Здесь также хорошо дружат между собой частоты, нет какого-то перебора. Даже высокие частоты здесь не на вторых ролях, они выразительные, они детальные. Что большая редкость за эту стоимость, показатель хорошей настройки. Я считаю это как раз высокие частоты в ультрабюджетных наушниках. И здесь они раскрыты хорошо. В целом по звучанию за эту стоимость это хорошие наушники. Всего 15 долларов и вы спокойно можете слушать музыку в этих наушниках. А под подкасты, под электронные книги такие наушники также идеально подходят. Компания 7 Герц молодцы, отлично настроили наушники. По минусам по звучанию здесь точно не нужно ни к чему придираться. 15 долларов они точно отрабатывают. Наверное могли бы добавить съемный кабель, это было бы поудобнее. Но наверное из-за этого цена была бы немножечко подороже. Это все-таки ультрабюджетные наушники, здесь пытались максимально сэкономить. Так что особо к этому тоже придираться не будем. Кабель за эту стоимость сойдет. И по итогу мы получаем хорошего игрока на рынке ультрабюджетных наушников. В последнее время я заметил, что уже даже ультрабюджетные наушники звучат вполне неплохо. Да, это не какой-то взрослый аудиофильский звук. Ну и каких-то глобальных минусов, как раньше было, в них уже нет. Ссылочка на них будет внизу в описании. За эту стоимость по-любому их можно покупать. Если вы их слушали, напишите ваш отзыв внизу в комментариях. Всем спасибо за просмотр, дальше будет только интересней. Пока-пока.